Алиса, сколько времени? Сейчас 10 часов 37 минут. Утро доброе! Ребят, это совершенно нетипичный контент для моего канала. Это своего рода влог, видеоблог. Блин, господи, мне не нравится это название. Но, тем не менее, я приглашаю вас провести этот сегодняшний день вместе со мной, поэтому присаживайтесь поудобнее. И так как это нетипичный контент для меня, я буду вдвойне признателен вашим лайком и комментариям. Мы начали! На столе у меня, конечно, дикий творческий беспорядок. Сначала нужно упаковать пиксель и беспроводную зарядочку тоже. Это утро у меня начнется со съемки 60-секундного ролика для Инстаграма. У меня есть там такая рубрика. Смотрите, использую следующий сетап. Это линза Sandmark, прямо накручивающаяся на чехол, плюс микрофон. Это Shure MV88. Записываю через обычное приложение камеры. А снимать буду вот про эту девайсину. Это Powerbank плюс док-станция 2 в 1. Причем есть беспроводная зарядка, очевидно. И ее можно использовать и как док-станцию дома. И потом взял, пошел, и у тебя с собой Powerbank. Друзья, приветствую! Смотрите, презентую вам 2 в 1 Powerbank плюс док-станция. Сами же ролики я монтирую в приложении LumaFusion. Оно достаточно дорогое, но при этом дает широкую функциональность при монтаже. И самое главное, можно делать вертикальные видео. Я именно такие пишу в Инстаграм. Сейчас у меня задача быстренько скомпоновать все эти файлы, которые я отснял, вырезать ненужные и сделать из этого минутный ролик. Приветствую! Зацените, какую штуку покажу. Вот здесь у нас есть пауза, ее бы тоже можно вырезать. Вот эта часть у нас съедает хронометраж. Теперь видео нужно экспортнуть. Делаю это в 4К с битрейтом в 50 мегабит в секунду, просто потому что если в Инстаграм заливаешь ролик, Инстаграм его жмет как можно сильнее, и чем выше качество заливаемого ролика, тем больше деталей останется в итоге в самом Инстаграме. Сейчас мне нужно будет записать кусочек про Redmi AirDots. Видео выйдет в воскресенье. Хотя я не знаю, когда выйдет конкретно это видео, которое вы смотрите. Если кратко, топовые наушники за полтораху. Под микрофон подкладываю коробочку, чтобы не было лишних вибраций. Такой лайфхак. Кейс один в один, как у Xiaomi AirDots, только черный. Войсовер, который я только что записал, я планирую вставить вот сюда. Эту часть удалить целиком и полностью, и заменить ее войсовером. Потому что, повторюсь, когда ты записываешь текст, у тебя есть возможность избавиться от лишнего, от ненужной воды, от всяких слов-паразитов. Сейчас звоночек один сделаем. Бро, привет! Здравствуйте, как вы? Что-то я тебя совсем не слышу. Ты у себя там? Да, здравствуй. Так, что, я подъеду? Да, мой, конечно. Алиса, сегодня будет дождь? В ближайшие сутки, без осадков. Спасибо. Объясняю, зачем мы едем к Андрюхе. Андрюха работает в Штутгарт-гараже. Штутгарт-гараж это тот сервис, который мне дает возможность помыться. Они мне дают в распоряжении мойку, и я сам мою машину. Я на самом деле очень люблю это дело. И свою машину я не могу помыть уже, наверное, недели три. Она вся грязнющая, сейчас вы это увидите. Поэтому сегодня хочу привести ее все-таки в какой-никакой порядок. Вообще, день планирует быть достаточно насыщенным. Я уже кое-что успел сделать дома, кое-какие дела. Сейчас помоем машину. Нужно будет успеть в студию. Я хочу вам показать Андрюхину BMW. Когда мы видим тоннель, мы делаем что? Продолжение следует... К Андрюхе я без кофе не заезжаю. До свидания. Теперь можно и в Штутгарт. Блин, все зеленое. Так круто. Я, слушайте, ребят, я просто счастлив. После всей этой серости видеть зеленые листья. Так кайфово. А вот здесь Штутгарт гараж. Вы посмотрите, какой стройный ряд. Так, а мы... А мы впишемся куда-нибудь вот сюда. Если проводить аналогии с Игрой Престолов, то Штутгарт гараж это матерь всех Порша. Да чего ж все-таки красивые машины. Я теперь с камерой постоянно хожу. Здорово. Кому привет передавай. Пока никому, как дела? Да ничего, все хорошо, сам. Да я тоже хорошо, я наконец добрался до того, чтобы... До вас. Чтобы помыться, потому что смотри, тут на самом деле трехнедельный слой грязи. Сюда сначала нападала пыльца, потом я накатал тысячу километров по трассе. Ну а что ж ты запустил? А что-то все никак до тебя не дают. Вот тут Валентинова бричка. Стоит без бамперов, уже без пленки. Это окрас, который, кстати, делали здесь же в Штутгарте. Андрю, а что с ней будет происходить? Будет пленочка зелененькая. Зеленая. Какая МГДЖТ? В салоне здоровый минимализм. Вот это сидение, правда, без какой-либо боковой поддержки, без поддержки спины и плечевого пояса, но это даже к лучшему. Это называется минимализм. Подушка из руля тоже извлечена для того, чтобы не отвлекать водителя вот находящимся здесь логотипом. Как бы этот стиль обозвать? Лофт. Смотрите, вот тут выглядывает BMW трешка GT, F34 кузов. У меня когда-то такая же была. Блин, офигенная тачка. Ты посмотри! Заниженный Audi вагон на каких-то диких совершенно катках. Блин, люблю вагоны. И далеко не каждый вагон еще выглядит хорошо. Вот у Audi как-то получается делать машины так, что они реально очень круто смотрятся. Снимай, пока он не видит. Мне кажется, это пальцем не снимется. Вон он идет, идет, идет. Почему такая кольята широкая кажется? Потому что десятая ширина на 25-й вылет. Андрюха мне миллион раз помогал на самом деле. И дехромировали машину. Вот эти вот части, что мы еще делали? Ручки дверей, задние обода фар мы тоже делали вместе вот здесь, в штукверте. И есть у нас один косячок, на самом деле, который мы не могли исправить миллион лет. Где-то здесь... Что у нас, крепление, по-моему, потерялось, да? Клипсы нет. Одной клипсы нет. И вот этот обод бегает туда-сюда. Я так понимаю, в качестве донора мы возьмем стоковые клипсы, которые были на машине изначально. Вот такие они. Дико хромовые. Вообще, на самом деле, такое ощущение, что на мини специально делают дофига хрома, чтобы потом продавать пакет Piano Black. Ручки, радиаторную решетку и обода передних фар и задних фонарей. Не знаю только, что делать вот с этим молдином вокруг стекла по линии остекления. В принципе, его можно закатать, на самом деле, в пленку, но она, я думаю, рано или поздно начнет облизать, а этого не хочется. Ты мне прикрепляешь вот эту срань, а я мою тебе тачку. Пойдет, по рукам. Только без бикини в этот раз. Андрюху, на самом деле, обожаю. Вот серьезно. Я, как блогер, с точки зрения именно аудитории, для него особого интереса не представляю. Я не думаю, что, на самом деле, у меня там много людей, которые владеют Поршей, которые приедут, что тут, говорят, гараж чиниться и принесут им деньги. Но при этом Андрюха всегда отвечает на мои дурацкие вопросы, что-то пытается помочь всегда. Вот это очень круто. Ну, он действительно такой подспустивший уже. 2,6 мы их, по-моему, накачивали в прошлый раз, да? Причем завод рекомендует 3,2. И это что-то, по-моему, слишком много. Маловато. Сколько у нас там? 1,2. 1,2. А вот тут у нас прокол, да? Да, вон пузырьки. Прямо изрядно. А это обязательно тыкать такой штукой мне в колесо? Нет. Я так подозреваю, что за Андрюхину помощь мыть и мыть мне ему машину долгие годы вперед. Ну, блин, серьезно. Настолько круто осознавать, что у тебя есть такой друг, который вот просто бесконечно всегда готов тебе помочь. Такие люди настолько редко встречаются, что каждая такая встреча, она для тебя как огромный, на самом деле, праздник в жизни. Андрюх, ты, наверное, это смотришь? Еще раз тебе огромное спасибо. Продолжение следует... И люблю и ненавижу эту тачку, причем в равной степени, но что самое главное, каждый раз, когда паркую ее около дома, каждый раз оборачиваюсь и думаю, блин, ты чертовка хороша. Андрюх, спасибо тебе большое за помощь. Прям, прям вот как обычно. Спасибо. Всегда рад. Хотел взять с собой исключительно GoPro и снимать все это видео на экшн-камеру, но решил еще захватить с собой в рюкзак кинуть такой стабилизатор для камеры. Он сейчас выключен, поэтому камера немножко приуныла. Я все-таки надеялся, что мойка займет поменьше времени, и я еще успею помыть Андрюху на машину, но что-то пока не успеваю вообще никак. Я обожаю эту тачку, на самом деле. И есть причины почему. Давай кратенько. Ты же ее купил абсолютно пустую. Новую. Пустую и новую. И сейчас здесь есть что-то типа... Офигеть, автодоводчики. Можешь кратенько, кратенько рассказать, чего ты сюда еще понапихал, потому что... Ну вот, окей, начнем прямо с цифровой панели. Да, это приборка. Приборная панель. НБТ. Проекция, доводчик. Доводчик багажника. НБТ. Проекция. Доводчики. Да. Багажник. Доводчик багажника. Задний фонарь у тебя в матовой пленке. Я, кстати, посмотрел вот на это все дело у Андрюхи и тоже себе решил заматовать, но в моем случае получился как-то не очень, если честно. Ну, как-то смотрится органично на разных машинах. Вот здесь смотрится очень хорошо. Но вот это тот самый случай, когда ты покупаешь пустую машину. Блин, нет, подожди, я должен сделать это вот так. И вкладываешь в нее всю свою любовь, потому что Андрюха реально, он вот запарился даже с автодоводчиками. Сколько пробег? Сто с чем-то же, да? Да, сто пятьдесят. Ну, подожди, мы же сейчас это снимаем, чтобы не продавать. Ну, да. Так что все нормально. Ну, даже, а какой пробег? Да, шестьдесят у нее пробег. Слушай, прям. При этом морда у тебя в пленке вся, да? Да, морда вся в пленке изначально. И никаких сколов, ничего, да? Абсолютно новое лакокорасточное покрытие фактически. Вот попал камешек, даже видно. Вот в мятинку. Да, да, да. В мятинку ездили. Соответственно, в мятинку ездили. Машина вся черная. Вся. Абсолютно. Да, вот эти у меня были получено украденные во дворе. Вот эти сперли? Да. И вот какой-то негодяй, когда воровал, даже вмятину оставил. Видимо, ну, трудно было, он облокотился. Вот это неприятно, конечно. За сто пятьдесят тысяч. Что с ней случилось? Потому что, знаешь, я когда покупал BMW, мне все-таки говорили, да, ты будешь в сервис на ней ездить постоянно и прочее-прочее. Сто пятьдесят тысяч в машине. Что было? Ровно все там ничего. Я не менял ничего. Ну, кроме масла, соответственно. А тормоза, диски, колодки? Ну, это расходники, да. А в подвеску я не лез вообще. Ну, возможно, зачастую из-за того, что как раз-таки машина ездит каждый день. Не стоит, не пылится, не ржавеет, а именно ездит. Сто пятьдесят тысяч. Ничего с машиной не произошло. И рассказывайте мне потом о том, что BMW это ненадежная машина. Живой владелец, живая BMW, и все у них у обоих хорошо. Теперь поездка в студию. Там сидит Паша, он меня пытается, наверное, дождаться. У него рабочий день, это я прохлаждаюсь. И совершить, повторюсь, сделку. Поэтому давайте поедем. Правда, я реально не знаю, сколько займет эта поездка. Я думаю, что, во-первых, в городе пробки, во-вторых, перекрытия. В-третьих, из-за этого пробки будут еще больше. Ну, теперь можно ехать на чистой машине. Наконец-то. Я реально, блин, столько времени не мог помыть машину. Хотя я стараюсь держать машину всегда в чистоте. Когда мы видим тоннель, мы делаем что? Парни, здорова! О, господи! Там еще один, там еще один ваша стримит. Здорово! Привет! Ты готов совершить сделку? Сейчас мне. Видишь, я сейчас на высоте 400. Фрицы повсюду! Так сразу незаметно, но тут сидит. Саня! Я видеоблогер. Я снимаю видеоблог. Видео людей, да? Да. И пока, мне кажется, у меня не очень хорошо получается. Вот этот Google Pixel, который я принес Паше. Который сидит вот за той дверью. И Паше этот Google Pixel я хочу продать. Потому что во мне проснулся коммерсант. Но Паша у меня его купить сейчас не может, потому что он стримит. Вы видели. Валентин, здравствуйте. Поэтому я Паше это все оставлю. И вдогоночку я ему еще отдам. Вот эту крутую беспроводную зарядку, которую я тоже купил в Нью-Йорке. И тканевый чехол оригинальный. Тоже купил в Нью-Йорке в магазине Google. А, Жень, ты умеешь снимать видеоблоги? Конечно. Лучше тебя, между прочим. Почему я не видел ни одного? Они настолько хороши? Здравствуйте. Спасибо тебе большое, Жень. О, по телевизору клевых чуваков показывают. У меня много спрашивают. Реально часто спрашивают, где я взял эту картину. На самом деле все очень просто. Скачиваете Хайрес, ищете картинку в высоком разрешении. Потом открываете Google, там пишете, где распечатать картинку. И все распечатываете. Вы восхитительны. Жень, ты меня так иногда бесишь. Просто трындец. Блин. Мне это придется запикать. До свидания, Женя. Я поехал. Смотри, какая у меня штука есть. Что это? Угодяй. Не знаю. Это 360 камера из древности. Фух. Какой-то суматошный день сегодня получился. Вроде бы ничего особо полезного не сделал, но по ощущениям везде опоздал. Теперь поеду домой. На этом, я думаю, мы с вами можем потихонечку прощаться, потому что мой день подходит к концу. Все, что я сегодня еще планирую сделать, это без приключений доехать до дома и посидеть, помонтировать ролики. Во-первых, вот этот, который вы смотрите сейчас. Во-вторых, я в студию заезжал, забирал жесткий диск, SSD, чтобы помонтировать еще свои рабочие моменты тоже дома. Потому что сейчас выходные и праздники, время вроде бы есть. Мне безумно приятно, что вы провели этот день со мной. Это, блин, классно. То есть я вам показал, чем я занимался сегодня. И если вы считаете, что нам нужно что-то подобное делать на какой-то более-менее регулярной основе, пишите. Также мне нужно придумать название. Пока рабочее название это типа Казаков Дейс или... Не знаю, не знаю, нужно это как-то назвать. Поэтому буду рад вашим комментариям, буду рад вашим большим пальцем вверх. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся здесь, на Ютьюбе, совсем скоро. Пока. Фуф. Было. Все, домой. Домой пора. Потрясающе. Вы просто посмотрите на это солнце. Я обожаю золотой час, когда солнце начинает садиться, окрашивает город в золотой цвет. Это нечто потрясающее. Вы знаете, вместо такого запоздалого аутера, скажу, меня очень реально очень часто спрашивают, куда бы ты хотел переехать? Ты много где был? Ты был в разных странах, в разных городах. Где бы ты хотел жить? Слушайте, я неизменно отвечаю. И я бы хотел жить в Москве. Я искренне считаю этот город красивым и, наверное, одним из самых удобных для жизни. Вообще никуда бы из России не хотел переезжать. Мне нравится бывать в других местах, смотреть, как живут другие люди. Но я бы, ау, жить хотел именно в России. Это суматошный, шумный город, который пожирает все твое время. Он и тебя сожрет, но при этом я все равно хочу жить здесь. Я не знаю почему. Вот душа лежит в Москве. Очень люблю этот город. Но, конечно, есть и не нулевая вероятность, что, когда я стану постарше, постарее, я захочу переехать куда-нибудь в кантри-сайд, деревню, чтобы был дом, скамеечка, лужайка и прочее, прочее. Это, конечно же, мечта. Мечта, чтобы это было еще в пределах МКАДа, но все мы понимаем, что это совершенно неосуществимо. Поэтому сейчас я пока целиком и полностью отдаюсь Москве, этому городу, его ритму. Причем мини еще добавляет этой суетливости сумасшедшей. А что будет дальше? Да я не хочу загадывать. Я вообще не люблю загадывать на будущее, потому что строить далеко идущие планы, чтобы потом разочаровываться, когда они не будут исполняться, такое всегда бывает. Ну зачем мне это? Мы живем сегодня. Не вчера и не завтра. Продолжение следует...